ПСКОВИЧИ Остался Троицкий собор и осталось здание консистории перед ним. Весь город, который мы перед собой видим, это другой город. В июле 1941 года предпоследним эшелоном за три дня до оккупации из этого города увозили моих родителей, которым тогда было 10 с небольшим лет. Этот эшелон сопровождал за линию фронта в тыл всего один истребитель. Нам очень повезло, они остались живы. А многие родные, которые жили тогда в Пскове, не успели на эшелоны, остались здесь и погибли, в том числе под бомбами в 1941 году. Они жили вот здесь, на Запскове, а автобусы стояли около дома советов, где сейчас администрация. Люди забыли документы и решили вернуться за ними через этот мост. Их разбомбили. И где они лежат, никто не знает. Наш с вами город потерял Великую Отечественную войну почти всех своих жителей, погибшими, уехавшими, воевавшими и не вернувшимися с войны. На территории Пскова были страшные концлагеря, в которых погибло свыше 200 тысяч человек. Это почти 4 довоенных Пскова. И тот город, который мы видим перед собой, это город, который появился уже после 1945 года. Здесь были здания гостиного двора. Они тянулись до самого конца знаменитой рыночной площади, буквально до моста через Пскову. И здесь 17 августа 1941 года вместе за найденного погибшего немецкого солдата были казнены 10 жителей города Пскова. Как потом выяснилось, некоторых из них искали специально, потому что некоторые жители, пошедшие на службу к новым оккупационным властям, решили отомстить своим противникам. И мы внесли их в эти роковые списки 10 человек. Действительно, цела эта ужасная фотография. И эти столбы в городе Пскове не сносили очень долго, буквально до реконструкции этой площади. Жители города могли видеть основание этих столбов в память о погибших. Мы, к сожалению, никогда не узнаем, сколько людей погибло во время Великой Отечественной войны. Потери были столь колоссальными. И испытания были настолько жестокими, что настоящего, точного документального учета погибших. Нет, звучат сейчас даже цифры, превышающие 40 миллионов человек, включая умерших от голода и погибших в тылу. Наш город, как и вся наша страна, встретил 9 мая не как День Победы, а как день, когда закончилась война. В Пскове до войны жило свыше 60 тысяч человек. А в день, когда сюда вошли советские войска, по разным данным, здесь жило от 140 до 190 человек. Они прятались в подвалах. И от вокзала, который мы все с вами знаем, был виден Троицкий собор. Потому что 90% здания Псковя было разрушено до основания. Такие следы оставила война нашему городу. В каждой из ваших семей жили люди, большинство из которых, к сожалению, сейчас живых нет. Это ваши дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, которые воевали. По-настоящему воевавших людей в нашей стране осталось очень немного. В Псковской области участников войны, участников боевых действий, несколько сотен человек. Это те люди, кому сегодня мы с вами еще можем поклониться, сказать большое спасибо. Сказать спасибо за возможность жить сегодня, потому что у них был очень тяжелый жизненный путь. Их нынешние годы связаны с бедностью, старостью, болезнями. Помогайте им до самого последнего дня их жизни. Вы их главная надежда. 9 мая и перед 9 мая мы в первую очередь вспоминаем павших. День Победы – это день памяти о тех, кто мог жить, мог стать родителями, мог воспитать детей, внуков. Но война все перечеркнула. Я желаю всем вам, чтобы в вашей жизни, в нашей жизни никогда не было войны. Чтобы вам не пришлось держать в луках оружие, кроме как мальчикам на учениях. Чтобы в нашем городе рождались счастливые дети. Чтобы они у вас рождались. Чтобы вы чувствовали себя всегда счастливыми людьми и помнили, что за это счастье миллионы людей заплатили свою жизнь. С Днем Победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова